Еженедельное оперативное совещание глава района начал с цитат президента, озвученных им в послании к Федеральному собранию. Поддержка граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями многодетных семей, детей с инвалидностью и семей с малолетними детьми. Исполнение этих и других поручений напрямую касается местных органов власти. До конца 2021 года глава государства ставит задачу полностью решить проблему с яслями. Непростая задача, коллеги, честно скажу. Но тем не менее у нас есть государственная программа. И, соответственно, мы должны приложить все училия для того, чтобы показатели государственной программы были выполнены. А там заложены соответствующие места для ясельных групп. Уверен, что мы это выполним. На портале Добродел завершилось голосование по выбору общественной территории с целью создания на ней парка. Более пяти тысяч жителей поддержали предложение благоустроить территорию вокруг прудов Щелково-7 и будущего Чкаловского парка. Разница в набранных голосах составляла единицы. Это дает шанс на то, что оба проекта благоустройства получат финансирование из регионального бюджета. Работа запланирована на 2020 год. На повестке дня – ремонт водозаборных узлов. В этом году по программе развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Московской области «Чистая вода» в городском округе капитально отремонтируют три ВЗУ. Размещение закупок должно состояться в срок до 17 марта. Это ВЗУ, поселок Краснодар, Знаменский город Щелково, второй этап ВЗУ, три города Щелково, улица Центрального и первый этап водозаборных устройств по улице Рожжево-Люсенбург в городском поселении Загорянске. Чем общий объем финансирования работ составляет более 106 миллионов рублей. Одним из вопросов еженедельного оперативного совещания был вопрос о подготовке к противопаводковым мероприятиям. Те снегопалы, которые выпали в начале этого года, в общем-то не представляют серьезной угрозы, но однако следует обратить внимание на гидротехнические сооружения. Прошу взять выполнение всех мероприятий под личный контроль. В первую очередь это касается металла федеральных отделов поселения и организации жилищно-гуминального хозяйства энергетического комплекса. Контроль за местами возможного подтопления и гидротехнические сооружения должны быть постоянными. С 15 апреля Московская область переходит на цифровое телевещание. Абоненты, пользующиеся услугами кабельного телевидения, уже перешли на новый формат. Глава района дал поручение проинформировать жителей частного сектора, проживающих в удаленных деревнях, о том, что необходимо сделать, чтобы без проблем принимать общедоступные каналы.